Электронное и дистанционное обучение для отечественной педагогики не в диковинку. Мультимедийные уроки в школах и вузах практикуются не первый год. Да и домашнее образование некоторым ученикам доступно давно. Поправки в соответствующий закон считают в городском управлении образования призваны возможности эти расширить. Мы предлагаем эти формы для тех детей, которые могут заниматься в двух-трех местах одновременно. Так, вот и нужно заниматься где-то не выходя, может быть, из дома в школу. Для спортсменов это, возможно, такая удобная форма. Выезжают на сборы, берут с собой компьютер, ноутбук, начинают там работать. Поправки в законе об образовании направлены по большому счету на институты, которые собираются работать по электронной системе. Однако далеко не все вузы согласны с нововведениями и принимать их не хотят на благо студентов. Вот у нас были две студентки, которые закончили первый курс Московского заочного университета. И после первого курса они пришли к нам и сказали, что ничему они там и не научились. Да, они какие-то контрольные писали, куда-то отсылали, но толку от этого никакого абсолютно нет. Обучение, поясняют педагоги, не может быть дистанционным. Есть очная и заочная форма, а это метод преподавания. И направлен он, по крайней мере в УПИ, на сокращение аудиторных занятий. То есть это позволило нам сократить недельную нагрузку до 8 часов, а оставшуюся нагрузку вывести как раз на самостоятельную подготовку, вот именно в дистанционной форме. Дистанционное обучение, считают преподаватели, пока не актуально. И применяться оно может в исключительных случаях. К тому же, в соответствии с поправками, необходимо переводить все учебники и программы в электронные базы. И в условиях, когда в отдельных группах не набирается и десятка студентов, СИЗИФов труд на себя наверняка никто не взвалит. Продолжение следует...